Мы им и возраст пенсионный подняли и прививку бесплатную сделать заставили, а им все мало и мало. Это я сейчас о российских пенсионерах, которые на этой неделе стали главными ньюсмейкерами. Пододвигайтесь поближе, расскажу поподробнее. Это Вестибис Киселева, совместный проект каналов «Реальная журналистика» и «Рмак Медиа». Привет-привет, мои дорогие, с вами Юля и мы начинаем. Субтитры делал DimaTorzok должны были вытеснить или частично заменить мигрантов. Но что-то пошло не так и на заключенных решили не останавливаться, а в помощь им выписать наших неработающих бабушек и дедушек. Это от плохого к хорошему путь долгий и тернистый, а в обратную сторону, как правило, короткий свитерком. И если с заключенными все понятно, там есть вероятность не платить вообще или ограничиться копейками, то вот инициатива с пенсионерами лично меня напрягла. Понимаете, да, что сегодня обеспечение работающего пенсионера обходится государству дешевле, чем неработающего. А значит, устроив 55 плюс на строительные площадки, государство тем самым снимет с себя некоторое финансовое бремя и свою пенсию вы уже будете зарабатывать сами, вкалывая на стройках. Причем весьма недурной такой компании из местных заключенных. А все зачем, да почему? Да потому, чтобы сэкономить на профессионалах и не платить им достойную зарплату. В моей юности мы даже на картошку ездили с обозначением заработной платы. А сейчас такие вещи, как строительство, готовы поручить людям без спецобразования, лишь бы заплатить меньше. И это не считая того, что я даже представить не могу себе пенсионера, который и так всю жизнь трудился на свою пенсию, а в рассвете сил и возраста решил отдать последние силы на стройку. Если это лютый сарказм, то спасибо на елесть подобных инициатив. А если это всерьез и надолго, то не попахивает ли это оскорблением ветеранов? Может тогда начнем с думских? Там желающих на стройку может и нет, зато подходящих по возрасту пруд пруди. А ну покажите-ка нам мастер-класс, а то от нас уже видимо и мигранты отказываются. Что не закон, то на благо народа. Правда какого именно, догадайтесь сами. На этой неделе президент подписал закон, смягчающий нормы валютного контроля за вывозом золота, металлов и зерна. Для тех, кто не понял, я поясню. С 1 июля экспортеры освободились от требования зачислять выручку на российские счета. И при этом такие компании не являются иностранными агентами. Но если вы не связаны с упомянутыми ресурсами, то вам и непонятен смысл закона, потому как там несколько страниц абсолютно завуалированного текста. А если не понимаем, то и не возмущаемся. То есть цель подавления любого народного несогласия достигнута. Можно вывозить все, что не прикручено. Ведь задача государства обеспечить приток капитала в страну, чтобы им оплачивать пенсии, социальные нужды и бюджетные расходы. А у нас все наоборот. Хочешь вывезти золото? Пожалуйста. Хочешь прекратить поток денежных средств в Россию? Вот тебе для этого закон. Короче говоря, друзья, переезжает наша Россиюшка потихоньку куда-то в сторону Америки или стран, загнивающие Европы. Ну, просто понимают наши чиновники, что тут все рушится и приходит в негодность. А там, в новой России, где дети, дома и деньги все только строятся, причем строятся исключительно для людей. Вот он какой его величество патриотизм, где все свое ношу с собой и Россию тоже, пусть и по кусочкам. А я напоминаю, что вы смотрите Вести без Киселева. Это совместный проект каналов Ермак Медиа и реальная журналистика. А на нашем канале уже вышел второй выпуск новостей. Переходите по ссылке в описании, кликайте предпоследнее видео и вы узнаете, почему яблоко от яблони падает не так далеко, как хотелось. Лиза Пескова, дочь пресс-секретаря Пескова, на всю страну заявила, что не хочет ставить прививку, которая неизвестно к чему приведет. Почему морковь растет быстрее, чем евро? Куда катится мир и почему Петербург скоро станет городом желтых пятен? Обо всем об этом и не только. Во втором выпуске новостей только на канале Ермак Медиа. Опять честного человека оболгали нечестные журналисты. На этой неделе стало известно, что после анонса расследования издания «Проект» к журналистам пришли силовики. 29 июня в сети должен был появиться фильм о главе МВД Владимире Колокольцеве, который только с виду белый, бедный и пушистый. Согласно декларации, глава МВД с женой проживает в квартире в Жулебино, владельцем которой он стал более 20 лет назад. Но по мере карьерного роста сам Колокольцев так и не разжился. Зато качественно разбогатели родственники МВДшника по линии жены. Также в своем расследовании проект рассказывает о сестре жены Зои Бердичевской, семья которой владеет дорогой недвижимостью на Рублевке и на Ленинградском проспекте. Ну, короче говоря, классическая схема зарабатывает сам, записывает на родственников. Примечательно, что в день выхода фильма все причастные к его изготовлению были вызваны в отделение полиции, а их квартиры обысканы. Что искали, ни журналисты, ни полицейские пояснить не смогли. Видимо, потеряли свободу слова. Ту самую, которую гарантирует Конституция, но не обеспечивает полиция. Кстати, фильм все же был обнародован. Посмотреть его можно на проект Точка Медиа. Делайте вывод, господа. А ВОЗ и ныне там. На этой неделе вдруг стало известно, что наличие антител в организме вовсе не гарантирует защиту от самого вируса. Об этом сообщил официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович. То есть, высокий уровень антител это вовсе не показатель иммунитета к вирусу. А вот бумажка с обозначенной в ней вакцинацией, это другое. Это и показатель, и гарант, и лучший способ защиты от вируса. Не, ну, фу, тё, серьезно? Маски носите? Носим. Бесполезно. Вакцинируйтесь. Ковид перенесли? Перенесли. Бесполезно. Вакцинируйтесь. Антитела имеете? Имеем. Бесполезно. Вакцинируйтесь. По-моему, медицина здесь уже давно не пахнет. Чистой воды политика. Потому как внятно объяснить, что, почем и зачем нам никто не может. А из того, что мы слышим, из официальных источников можно сделать только один вывод, что что-то здесь явно не так. Ну, типа, если ваш чай слишком сладкий, не обольщайтесь, подсластите его еще раз. Кстати, с нами солидарны и в Лондоне. В минувшие выходные там прошел митинг вакцинобесия. Правда, вангую наша пропаганда назвала бы это очередью за вакцинацией. Но нет. На парламентской площади британцы выступили против правительственных ограничений и паспортов вакцинации. Многие протестующие отметили, что пандемии на планете нет. А от вирусов их тело защищает иммунитет. Причиной столь массового митинга стало письмо-меморандум, в котором по полочкам разложены шаги британской группы заинтересованных лиц. Что, где и когда будет введено в будущее. В частности, в начале июля с прилавок в Великобритании должны пропасть все противовирусные и противопростудные средства. Это заставит население прибегнуть к единственно возможному способу сохранения здоровья – к вакцинации. К августу в Британии должны будут ввести электронные браслеты. Вероятнее всего, это то, что мы с вами называем чипированием. У них это приобрело более удобную форму в виде браслета. Ну, вы, наверное, знаете, что они уже введены в Израиль. И таким браслетом «свободы», как их там называют, местные власти отслеживают перемещение прибывших в страну туристов. Сопоставив все данные, британцы пришли к выводу, что все написанное и правда воплощается в жизнь. И вышли на улицы города. Но зачем я все это рассказываю вам? Я не любитель конспирологии. Различные чудо-техники меня не впечатляют до тех пор, пока я не увижу их работу собственными глазами. Но, друзья, давайте вместе обратим свое внимание на Великобританию. Если там сбудется все, о чем говорится в меморандуме, тогда мы следующие. И можно долго рассуждать на тему фейковых вбросов, но вы не можете отрицать, что мир уже изменился и, скорее всего, уже не будет прежним. Об этом говорит случай, произошедший на пункте вакцинации в московском торговом центре «Акварель». Там мужчина, решивший уколоться без очереди, получил поистине неженский отпор. Нет, говорю. Нет. Но очередь. Но очередь. Но нет, мужчина так не будет. Да, сюда было. Ну что делаете? Ну что делаете? Успокойтесь. Ну что делаете? Не делай, все подпрыгнули. У меня на счет. Уберите! 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 Ой-ой-ой-ой-ой-ой! И вот тут становится даже страшно. Помните, как в фильмах ужасов, где за антидот борются, как правило, светлые и темные силы? Вот тут то же самое, только наоборот. Может, имеет смысл перед спутником сначала предлагать прививку от грешенства? Ну, чтобы они нам потом не рассказывали, какие мы мрази, если не привьемся. И это не считая того, что я вообще не понимаю, зачем они, привитые, прыгают на нас непривитых. Они же теперь бессмертные. Пусть живут, да радуются. Главное, чтобы у них все было хорошо, а мы как-нибудь выживем. Хотя их агрессию тоже можно понять. На этой неделе выяснилось, что в Москве, Санкт-Петербурге и некоторых регионах то и дело всплывали новости об отсутствии или нехватке вакцин. В частности, это касалось препарата Кови-Вак. Надеюсь, всплеск желания вакцинироваться вызван какими-то объективными причинами. Ну, например, пропагандисты разрешили смотреть прямую линию с президентом, только вакцинированы. Больше объективных причин лично я не вижу. А на этом у меня все, друзья, увидимся ровно через неделю. Всех люблю, пока-пока.